Здравствуйте, друзья! Теперь нет никаких сомнений, мы в самом разгаре буллрана. Биткоин стремительно растет, преодолевая критические сопротивления. И прямо сейчас он входит в зону веры. В этом диапазоне могут появляться 30% откаты, как и на прошлых буллранах. У кого-то возникнет желание продать на них, но он может оказаться в той же ситуации, что и люди, продающие вот на этих откатах на буллранах прошлого. Биткоин достигнет своего нового исторического пика, когда он зайдет на территорию эйфории, вот здесь. И кажется, что он уже находится на пути к этому. Поэтому главный вопрос сегодня, на что лучше делать ставку, чтобы добиться наибольших успехов в ближайшие 6-12 месяцев? На биткоин или на альткоины? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны думать про ETF. И сейчас я говорю не про биткоин и даже не про эфириум. С ноября прошлого года, когда биткоин стоил 15 тысяч долларов, он вырос практически до 44 на 180% за год. Теперь все новости пестрят заголовками о доминировании биткоина, что биткоин показывает себя лучше альткоинов. И как мы видим по всем этим постам, все графики, которые они показывают, взяты с TradingView. И они показывают доминирование биткоина на уровне 54%. Но на самом деле это не совсем правильные цифры, так как TradingView не учитывает одну важную деталь. Ежедневно создаются новые альткоины. И это влияет на окончательное значение доминирования биткоина. На самом деле, как мы видим, реальное доминирование биткоина на 3% ниже, около 51%. Но что же, по моему мнению, будет происходить с биткоином и альткоинами в ближайшие 2 месяца? Будет ли это доминирование расти или падать? И достигнет ли биткоин 60% доминирования на рынке, как многие предсказывают? Нужно принять во внимание тот факт, что, похоже, спотовый биткоин ETF будет утвержден уже в следующем месяце. Так, BlackRock призналась, что инвесторы уже начинают участвовать в пассивном инвестировании для их биткоин ETF. Пассивное инвестирование – это ранние инвестиции на раннем этапе развития. В данном случае биткоин ETF. Также компания Google разрешила рекламу криптовалютных ETF уже с конца января 2024 года. Как будто бы они уверены, что в это время биткоин ETF уже будет функционировать. Кроме этого, BlackRock раскрыла информацию о том, что использовала подставной тайный приватный биткоин траст для покупки биткоинов на протяжении всего медвежьего рынка. И, судя по последним действиям SEC, похоже, что они размышляют про одобрение сразу нескольких ETF уже в январе 2024 года. Кстати говоря, для частного биткоин траста, который был использован BlackRock для покупки биткоина на медвежьем рынке, в качестве кастодиана-хранителя был выбран опять же Coinbase. Это очень важно. Также Hashdex уверен, что торги с потовым биткоин ETF начнутся во втором квартале 2024 года. Hashdex – это один из управляющих активами, который подал заявку на создание собственного биткоин ETF. Несколько дней назад мы с тобой говорили о том, что ETF от Franklin Templeton и Hashdex были отложены одновременно, а утверждение их заявок и решение по ним будет проходить с 5 по 10 января. И что интересно, как мы можем видеть на примере других заявок по ETF, помимо Hashdex и Franklin, все они имеют сроки в середине января. 15 января, 14 января, 17 января. Джеймс Сейфарт, ETF-аналитик в Bloomberg, предсказал то, что SEC перенесет решение по заявкам Hashdex и Templeton. На прошлой неделе он написал в Твиттере «Я хочу опередить события, потому что есть большая вероятность того, что мы увидим отсрочки отсек». Отсрочки ничего не изменят в наших взглядах. Вероятность того, что одобрение ETF случится до 10 января 2024 составляет 90%. Таким образом, в данный момент взрыв биткоина происходит из-за того, что люди пытаются опередить новости про утверждение ETF. И это немножко меня напрягает, потому что обычно мы покупаем на слухах и продаем на новостях. Новостей пока не случилось, но на слухах мы уже растем. Иными словами, инвесторы переводят свои недавние прибыли от альткоинов в биткоин в погоне за потенциальной прибылью, которую биткоин, как они думают, может получить после одобрения ETF. Так, достигнет ли биткоин 60% доминирования на рынке до утверждения ETF? Лично я считаю, что у биткоина в ближайшее время все будет хорошо. Биткоин будет расти по сравнению с большинством альткоинов вплоть до начала января. За неделю до 10 января, когда ожидаются решения SEC. Но я не думаю, что он за это время успеет набрать еще 10% доминирования на рынке. Скорее всего, от 3 до 5%, что в суммарности составит около 53-55% реального доминирования на коингека с учетом новых альткоинов. Я говорю про ту цифру на коингека, а не на TradingView. Но за неделю до 10 января доминирование биткоина может начать падать, потому что те, кто сейчас гонится за биткоином, обратят свое внимание на эфириум. Как ты видишь на этой диаграмме, поток денег из биткоина в эфириум. И он будет продиктован именно тем, что у эфириума тоже есть заявки на спотовый эфириум ETF. Так, например, комиссия по ценным бумагам и биржам SEC отложила дату принятия решения по грейскейл спот эфириум ETF на 45 дней на 25 января 2024 года. Но кроме этого мы имеем еще несколько крупных финансовых организаций, которые подали заявки на спотовый эфириум ETF. И как мы видим, 25 января, 21 января будут дедлайны. Это Ванек, Арк Инвест, Хэш Декс, Грей Скейл, Инвеско, Блэк Рок и Фиделити. Если биткоин ETF получит одобрение, не останется никаких причин для того, чтобы эфириум тоже не был одобрен. И, скорее всего, одобрение эфириум ETF произойдет вскоре после биткоина ETF. Речь идет о сроке от месяца до двух. Почему биткоин и эфириум единственные два актива с полностью четким регулированием для SEC, которая и должна утвердить заявки по их спотовым ETF? Да потому что сама SEC провозгласила и биткоин, и эфириум неценными бумагами. А нынешний председатель SEC Гэри Гэнслер не только не называет эфириум и биткоин ценными бумагами, но также приписывает в этот список лайткоин и биткоин кэш. По мнению Гэри, они не являются ценными бумагами. Итак, чтобы доминирование биткоина выросло на 10%, эфириум должен сдать позиции. И на мой взгляд, это не произойдет из-за спотовых эфириум ETF, заявки на которые уже поданы. Но кроме этого, что интересно, посмотри, во-первых, на это. Индекс сезона альткоинов показывает, что альткоины движутся на том же уровне, что и в 2019-2020 годах вот здесь. И то время с 2019 по 2020 и было тем временем, когда был заложен фундамент для 100 иксов, для 50 иксов, для большого роста альткоинов. Кроме этого, что интересно, что альткоины до сих пор находятся в этом медвежьем накоплении, и даже недавний рост не вышел за его пределы. Да, мы можем увидеть небольшую коррекцию от верхней границы, но если мы ее пробьем, и если она превратится в поддержку после того, как она была сопротивлением больше года, мы увидим прорыв альткоинов дальше вверх. Но есть ли другие альткоины, которые могут получить одобрение ETF в следующем году после биткоина и эфириума, кто пойдет вслед за главной криптовалютой и второй крупнейшей монетой на рынке? И я думаю, что есть один альткоин, у которого очень большие шансы на это из-за некоторых событий, что произошли с точки зрения связи между ним и традиционными финансами. И нет такой монеты, как Chainlink, которая была бы признана стольким количеством мировых финансовых гигантов. Линк тесно связан с мировым протоколом денежных международных и трансграничных переводов SWIFT, который используется почти всеми финансовыми гигантами этой планеты. Ну а создатель Chainlink даже встречался с директором отдела SWIFT, посвященному ценным бумагам и цифровым активам. Мы хорошо знаем, что SWIFT работает с Chainlink, а также крупнейшими банками на планете и с технологией Chainlink CCIP. Одним из банков-партнеров этого содружества является BNP Paribas. И недавно этот банк выложил весь рабочий процесс использования Chainlink CCIP. И как мы видим, SWIFT и CCIP напрямую взаимодействуют друг с другом. Несомненно, у Chainlink есть связи, которые заложат основу для их собственного спотового Chainlink ETF. Но есть кое-что еще, что говорит мне о том, что Chainlink станет третьим криптоактивом, который получит спотовый ETF в Соединенных Штатах Америки. Если ты не знал, спотовый ETF для биткоина и эфириума шел по очень, по очень похожему пути. Сначала в других странах, прежде чем пойти в США. И здесь наблюдается очень интересная закономерность. Сначала другие страны, помимо США, запускают спотовые ETF. После этого, по таинственному совпадению, в США запускаются фьючерсные ETF. А затем, наконец, американские финансовые гиганты подают заявки уже на создание спотовых. Так было и с биткоином, и с эфириумом. Например, именно Канада в 2021 году первой запустила самый первый в мире биткоин ETF. Позже, в 2021 же году, первый фьючерсный биткоин ETF был запущен в США компанией ProShares. И вот, уже в 2023 году, мы ожидаем одобрения первых спотовых биткоин ETF в США. То же самое произошло и с эфириумом. Эфир получил свои первые ETF в Канаде в 2021. А буквально в прошлом месяце, компания ProShares запустила первый фьючерсный эфириум ETF в США. А затем мы увидели заявки на спотовые эфириум ETF в США. И угадай, что? Кто находится на первом этапе запуска ETF в другой стране? Chainlink. Chainlink год. Опубликовал это несколько дней назад. Швеция запустила первый Chainlink ETF, и он на 100% обеспечен физическими монетами Link. Как мы видим, есть еще два ETF-а Chainlink в Германии. Кроме того, некоторые другие крупные игроки, которые подали заявки на запуск спотового биткоина эфириум ETF в США, уже имеют так называемые Chainlink ETF. Биржевые ноты Chainlink, а нечто похожее на ETF. Такие есть, например, у компании VanEck, которая также подает заявку и на спотовый биткоин ETF. Chainlink ETF есть у 21 shares, а одними из самых популярных и лучших по производительности является Grayscale Chainlink Trust, который, кстати говоря, торгуется за 44 доллара тогда, когда Chainlink стоит 15. Это значит, что интерес инвесторов Grayscale к Chainlink повышен. Chainlink очень близок к тому, чтобы получить свой спотовый ETF в США, поэтому не удивляйся, если мы увидим новости о том, что та или иная компания подает заявку на его создание. И на мой взгляд, совершенно очевидно, что Chainlink станет следующим альткоином после эфириума, который получит ETF в Соединенных Штатах. Я бы не сомневался, что к концу этого года или в начале следующего Chainlink перейдет ко второму шагу – запуску фьючерсного ETF США, а затем к середине года, самое позднее, к концу 2024-го, Chainlink получит и спотовый ETF. И запомни, впервые ты услышал об этом здесь. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok